Всем привет! С вами Юра Кураж, и мы продолжаем проходить Авернам Escape from the Pit. Как вы помните, в прошлом эпизоде мы пришли в замок, пообщались немножко с принцем наследним. Наследным, точнее. Ну и пообщались с капитаном, который немножко параноид по поводу вольницы Кьяса. А теперь самое интересное. В общем-то, то, что отличает мужей от мальчиков. А если переместить действительно Майкрофта в конец. Причем, ну, совершенно не думая, что вот это активная штука. Да, оказывается, вот. А если переместить Майкрофта в конец, то после того, как Корделия кидает ускорение, у него вполне может быть шанс, что он сможет кинуть два спла. То есть, одновременно и благословление нам кинуть, и защиту. Тут стоит светящийся мраморный алтарь. От цветы не исходит тепло и спокойствие. Здесь даже находиться приятно. Что делать? Находиться. Окей. Помолим своего алтаря. Вы встаете перед ним на колени. Свечение усиливается, согревая вас. Вы чувствуете, как свет усиливает вас. Вы возвращаетесь заряженными магической энергии. Ух ты. Защита от стихий. Приятненько. Ну, а тут ничего. Собственно, пойдем искать короля Мику, где бы он ни был. А, библиотека. Может, здесь где-нибудь есть улучшение заклинаний? Библиотека, кстати, обширная. Западная казарма. О, Рон. Высокий волшебник, с черными как смоль волосами, с отвлеченным видом яростно работает за столом. Его белая, как у рыбы кожи, говорит о том, что он воверными уже много-много лет. Когда вы приближаетесь, он откладывает свои свитки в сторону. Его руками дрожит. Ах, молодой воин. Очень хорошо. Я Рон. Придворный волшебник. Ну, вы понимаете. Вы пришли за моей мудростью? Увы, немногие это делают. Извините, могу я поговорить с вами? Я? Мне нечего сказать. Вы должны. Затем он еще раз задумывается и, поглядев на вас, произносит. Нет. Погодите. Вы авантюрист. Может, вы поверите моему рассказу об угрозе, которая ждет нас всех? Бог свидетель, мне больше никто не верит. Какая угроза? Ну, я сразу угадался в театральном тоном. Это, кстати, еще придает дополнительного профита в том, что ему не верят. Я? Его взгляд становится рассеянным. Угроза? Возможно. Я не знаю. Надеюсь, что никакая. Совсем никакая. Извините меня, я должен работать. Возможно, я узнаю. Он переводит взгляд обратно на кипу пыльных свитков. Окей. А, чувак, ты психопат. В стражу замка набирают самых лучших и тренированных воинов Авернума. Это мудрое решение. Диверсионная группа может... Диверсионная группа слитов может проникнуть сюда в любой момент. Это хмурые и серьезные люди, и они испытывают малоуважение к авантюристам. Ни один из них не станет говорить с вами. Хм. Ладно. Опа. Королевская сокровищница. Эм. Там все блокируется. Причем чуваки даже никак не реагируют на это. Стражники, лучники, стражники. Где же король-то? Э? Парни. О. Здесь маленькая ящерка. У нее на голове крошечный чепчик. Надежно привязанный. Ящерка выглядит несчастной. Привет. Вы разговариваете с ящеркой достаточно долго, чтобы начать чувствовать себя крайне неловко и смущенно. Тогда вы прощаетесь с ней. Окей. Это, видимо, та самая ящерка сынули короля. Текст. А вопрос, где сам король? И... Черт возьми. Не будет ли он голый? О-о-о-о-о-оп. Оп. Запалиль. Ха. Так, пронзающий кристалл. Он может нам не спылить. Интересно, может в сокровищнице нам помочь? Вот с тем барьером. Ну, то есть, в теории, его, наверное, и Корделия сможет, нет? Давайте посмотрим. Да? Не-а. А-а-а. А-а-а. А вот этот вот? Э-э. Ну, тогда загрузимся. Ну, ладно, поскольку пронзающий кристалл не круче, чем навык Корделии, смысла его тратить нет, мы лучше его продадим. А Корделий купим какое-нибудь заклинание мощное. И наверняка здесь в комнатах есть чем поживиться. Но красить не хочется. О-о-о. Король Мика. Да, стражи у него, ну, честно говоря, так себе. Давайте посмотрим сначала, что вот здесь. А, королевские палаты. Явно не то, что нам нужно. О-о, и он похож на какого-то помесь Гэндальфа и, не знаю, какого-то варвара. Ну, так, внешне. Перед троном стоит худощавый старый мужчина в свободных шелковых одеждах. На нем золотая диадема. Хоть она кажется хрупким, его глаза буквально пронзают вас насквозь, словно он мгновенно понимает, кто вы и что из себя представляете. Добро пожаловать, воин. Вам удалось сделать многое для моей страны. Такие способные люди не могут не привлечь мое внимание. Я рад, что вы наконец-то передо мной. Я король Мика, избранный управлять Авернумом в борьбе за выживание. Если вы готовы служить вашему новому дому, обещаю, что вам не придется скучать. У нас много врагов. Вы король Авернума? Да, я избранный король Авернума. Я руковожу нашим народом и планирую наши действия против врагов. Он улыбается, осматривает вас, изучая качество материала, оказавшегося перед ним. А также я стараюсь напоминать моему народу, что наши земли несут как радость, так и накладывают бремя. Как вас избрали? Эту честь и бремя возложил на меня совет около 30 лет назад. Я был избран, потому что мои командирские навыки и мудрость были лучшими. Когда меня не станет, они выберут другого. В отличие от империи, у нас такая великая ответственность не передается от отца к сыну. Ну, это отлично, кстати, потому что его сынули немножко, но на голову не очень силен. Каким вы видите Авернум? Когда меня отправили сюда, я сначала считал, что это ужасное место, лишенное радости и надежды. Затем я увидел страну, в которую создали люди, пришедшие сюда до меня, и понял, что находиться здесь – это не приговор. Теперь, несмотря на множество окружающих нас угроз, я обеспечиваю работу нашего правительства. Как ваше величество оказалось в Авернуме? Но это вроде неудобный вопрос, его нельзя так задавать, но ладно. Я был лидером повстанцев, я был хорошо известен и даже вызывал страх у империи. Затем меня предали и поймали. Империя не желала делать из меня мученика, поэтому меня с сыном сослали сюда. Моя слава на поверхности обогнала меня. Вот как я появился здесь и начал свой путь к должности короля этой великой земли. Как поживает правительство Авернума? Он с резным видом кивает. У нас есть хорошие, смелые люди, но у нас отличные рекруты и способные маги. Чего мы, к сожалению, еще не имеем, так это четкого преемника. Мой сын, так сказать, не соответствует требованиям и мало шансов, что совет выберет его. Он долго и внимательно на вас смотрит. Мне постоянно требуются люди, способные выступить против тех, кто угрожает нам. Запомните это. Вы можете спросить у меня о возможных миссиях. Нам грозит опасность? Да, угроз достаточно, поэтому мы нанимаем путешественников, чтобы помочь нам. Эта идея очень не нравится совету. Что это за совет? Мои соправители – мэры шести крупнейших городов. Сильвара, Формелла, Котры, Альмарии, Блоска и Дармана. Мудрые, способные люди, но не доверяющие оружие человеку, если он не солдат. Я не согласен с этим мнением. Я рад даже помощи бездны. Бездна? Иногда в Авернум отправляют настоящих преступников. Когда они нарушают закон, мы приговариваем их к собственному Авернуму. Мы отправляем их в пещеру, называемую Бездной. Там у них свои города и обычаи, и интересы. Там они спокойно режут друг друга вдали от нас. Я бы применил от них помощь, но внимательно присматривал бы за ними. Еще вопрос. Король Мика наблюдает за вами. Его старые глаза ослаблены долгими годами, проведенными в тусклом свете этих земель. Но его взгляд все еще пронзительный и острый. Он наблюдает за вами, не упуская деталей. И решая, в чем вы можете быть полезны Авернуму. И промотаем то же самое. Каким вы видите Авернум? А. Все, я понял. Это то же самое. Окей. Расскажите мне о ваших врагах. Слидзерикай. Нас же самый организованный и смертельный противник. Мы давно пытаемся убить их лидера. И так и не преуспели. Затем, конечно, нефилимы. И нефоримы. И аронея, и гиганты, и нежить. Наших врагов много, и они сильны. У вас есть задание для меня? Конечно. Обещаю. Помогите мне. И обещаю, вас ждет великое будущее в этих землях. Авернум в состоянии жестокой войны слит Зерикай. На севере есть большая крепость слитов, расположенная на острове. Там живет король слитов. С-тш-с. И их великий вождь. Если вы сумеете проникнуть в тронный зал и убить его, я вас щедро награжу. Сначала, естественно, вы должны проникнуть в их замок. Это само по себе может оказаться сложным. Расскажите мне о... С-тш-с. В Авернуме есть как дружелюбные слит Зерикай, так и варвары. С-тш-с возглавляют вторых, воюющих против нас, находясь в своем замке на острове. Мы уверены, что варвары приходят через нижние северные туннели Авернума. Когда прибыли первые поселенцы, они выгнали врагов. Теперь же они возвращаются с могучими воинами и злыми наверениями. А почему вы отправляете меня, а не армию? Потому что у нас есть армия, но нам туда не добраться. Наших лодок мало, и они непрочные. Слитый без проблем их уничтожат, когда они прибудут к острову С-тш-са. С другой стороны, только маленькая группа убийц имеет шанс принести нам победу. Почему так сложно проникнуть в замок с литом? В этом наши шпионы и маги единодушны. Внутренние комнаты вражеского замка защищены магическими вратами. Чтобы пройти через них, вам нужен будет ключ. У вас есть копия ключа? Нет. Есть надежда, что копию можно найти в одной из маленьких крепостей на островах вокруг их главной крепости. Он отмечает на вашей карте несколько этих крепостей. Вы должны начать поиски отсюда. Это все. Спасибо. Давайте посмотрим, что у нас тут. Руды по магии. Так. Убийца Ш-са. Всякие бумаги, скимитеры. Ну, на самом деле, ветер-то нас гонит форт изумрудный. И еще дармон есть. Несколько фартов. Ну, в общем, нам есть еще куда походить. Ну, в общем, у нас... Ну, мне хочется вот сюда идти. Вот так вот. Давайте так и попробуем сделать. Король нам дал задание, конечно. Причем ключ не исключено, что он у нас уже есть. Просто мы об этом толком не знаем. Ну, и отправляемся в поход. Да. Замок, конечно, красивый. Но вот территория его, скажем прямо, не очень функциональна. А на практике же... Ну, обычно, там какие-то должны быть еще поселения. Когда-то здесь было несколько ферм. Теперь остались только разрушающиеся от времени руины. Следы огненных шаров покрывают землю, а съедобные грибы полностью заросли поганками. Вы не уверены, кто уничтожил эту деревню, но сломанное копье слитов, найденное в мусоре, дает вам подсказку. Ах, они гады. Так. Давайте дойдем до форта Изумрудный. Посмотрим, что у нас там. Оп. Плоток горячих источников. Воду не пить. Порт Изумрудный на север. Ух ты. А там, кстати, за ним прям слиты стоят. Вы приближаетесь к порту Изумрудному на границе между землеомерными и диких слит за рекой. Когда охранники видят, что вы люди, они поднимают решетку, чтобы пропустить вас. Окей. Давайте смотреть, что же здесь у нас. Лучник. Здесь какая-то штука, кстати, лежит. О, скальпель. Ну, ничего полезного, швабра. Ничего красить не будем. Все-таки это в порт. Ну, просто, если вдруг тут что-то случится. О, внезапно. Давайте попробуем развеять этот барьер. Ага. Вот. Немножко поживились, я хотел сказать. И тут же просрал этот предмет. Молодчина. По-другому и не скажешь. Кстати, внезапно у нас на это потратилась мана, кажется. Ух ты. Тут слит. Мм, тюрьма. В этой камере слит. Он медленно расхаживает туда-сюда. Вместо привычного зеленого цвета его кожа приобрела легкий синеватый оттенок. Как вас захватили? Он поворачивается к вам. Он слегка дрожит. Вы понимаете, что хладнокровное сознание замерзает. Я пал в битве с вашим злобным капитаном. Теперь я жду отмщения, теплокровный. Кто отмстит за вас? Тс-с-ш-с. Наш лидер. Сильнее всех вместе взятых людей. Говорит он слабым голосом. Наши боги сильны. Наш союзник – существо разрушения. Слова медленно выходят из него, свистящие и осторожные. Вы медленно убиваете меня в этой яме. Ваши смерти согреют мой дух в загробном мире. Он продолжает ходить, пытаясь согреться. Кто ваш союзник? Высунув раздвоенный язык, он шипит. Мы следуем за одним из владык тьмы. Я сам присмыкал своего ног. Скоро он освободится и приведет нас к господству над этими пещерами. А теперь оставьте меня. Он оборачивается. С одной стороны, это, конечно, мило. А с другой стороны, чувак, давай не будем забывать, что ты как бы пленник. Да, у тебя тут не курорт, Вась. А здесь какой-то форт прям крайне боевой, кстати. О, квартирмейстер форта Изумрудного, лысеющий коротышка. Он передвигает ящики с припасами, практически со скоростью ледника. Ямо, ворчит он. Делиться нечем, даже не спрашивай. Что вы делаете с этими ящиками? А? О, я квартирмейстер. Я осматриваю их в поисках чего-нибудь полезного, что я могу пропустить. И никогда ничего не нахожу. Кто такой квартирмейстер? Ну, я слежу за припасами. И прочим. Доставляю сюда, вывожу отсюда. Ненавижу быть здесь. Почему вы ненавидите быть здесь? Для начала, постоянные атаки. Я был в форте Дальнем. Там мне нравилось. Затем меня перевели сюда. Где форт Дальний? Далеко на западе, самый скучный форт Авернума, охраняет кучу пустых туннелей. Ну, почти пустых. Там живет большой Дрейк. Он никогда не нападает, потому мы просто ждем. Намного лучше, чем здесь. Здесь опасно. Реально опасно. Ничего вопроса. Мо продолжает рассматривать свои скудные запасы еды и снаряжения. Все хуже и хуже. Вы можете продать нам свои припасы? Капитан Скарлетт скормит меня слитым, если я продам хоть части у драгоценных припасов. Вам придется справиться как ни с самим. Могу я хотя бы продать что-нибудь вам? О, могу. Кстати, слиток золота тоже мы продадим. Вот. Немножко облегчили наше золотое кольцо. Но, опять же, у нас принцип ничего не красть по возможности. О, Капитан Скарлетт. Легка на помине. Вы видите серьезного вида женщину с длинными кудрявыми каштанными волосами и плавными резкими движениями прирожденного бойца. Она рассказывает по форту, обозревая все холодным аналитическим взглядом. Она очень малого роста, не выше полутора метров, но опасный топор, свисающий с пояса, делает ее намного выше. Она хлопает вас по плечу и говорит. Ммм, черт, я вот представляю, если кто-то полутора метров хлопает меня по плечу, ему придется, ну, хорошенько так потянуться. И это я еще прям не совсем дулда, ну, типа, метр восемьдесят семь. А, добро пожаловать, воин! Похоже, вы посвятили свой путь к линку. Я Капитан Скарлетт, этот форт мой. А вы здесь главная. Да, я командир форта Изумрудный. Командир? Вы же представились капитаном. Да, официально я рангом пониже, но наш командир был сожжен, и я заняла его место. Уверена, что стану полноправным командиром, как только замок потрудится нас заменить. Кого командовать таким маленьким фортом? Это непросто. Я защищаюсь от атак и произвожу ответные вылазки, а также приглядываю за Гнассом. Что такое Гнас? Город на западе, населенный дружелюбными слитами. Она говорит слово «дружелюбными» с легкой насмешкой. Они говорят, что ненавидят слитопонападающих на нас, но слиты нападают только на нас, а не на них. Ну, этот форт защищается от всех слитов. Может, не все эти ублюдки такие плохие? Я поверю, когда увижу это своими глазами. Куда вы делаете вылазки? У слитов форт к северу, и наши маги часто заявляются, чтобы устроить парочку огненных бурь. Мы скоро его захватим, и после этого у нас будет короткий путь на остров. Что на острове? На острове главный замок слитов и их лидер С-Тш-С. Это к востоку от их маленького форта на севере, и туда можно попасть только на лодке. Мы сможем выиграть войну, если у нас будет короткий путь до замка, и он скоро будет. Еще вопрос? Капитан Скорлетт рассматривает медленно разрушающийся форт, изумрудный и кивает. Грубый, да? Разбитый по краям, но он мой, и он будет держаться. Вы замечаете, что она, по крайней мере, на треть метра ниже своих воинов. Я могу вам чем-нибудь помочь? Она ощетинивается, услышав это. Что? Вы думаете, что я не смогу защитить собственный форт без помощи авантюристов и наемников? Обещаю, что мы вполне справимся здесь и без вас. Ммм, окей. Вы не слишком коротковаты для командира. А вы не слишком разговорчивы для тупицы. Она уходит. Ну вот. Разговор не заладился. В центре небольшой комнаты пьедестала, окруженный молитвенными ковриками для медитации. На пьедестале воздружен самый большой изумруд, который вы видели. Он излучает странное сияние. Давайте помедитируем. Пока вы медитируете, жар изумруда оказывает на вас странный тонизирующий эффект. Ваши мысли становятся намного яснее. Вы встаете уже готовый и посвежевший. Ух ты. О, покров тайны. Увышает эффективность заклинаний. Это круто. Старуху с длинными белоснежными волосами сидит. Старуху сидит. Скрестив ноги на земле перед вами. Она уставилась в большой светящийся изумруд, который стоит в центре внутреннего двора. Когда вы подходите, она говорит, не поворачиваясь к вам. Я Сильверио. Присоединяйтесь ко мне. Сглядитесь в камень. Почувствуйте мир, который он несет. Вы здесь служите? Нет. Это всего лишь одна остановка в долгом путешествии. Я путешествую только, чтобы встретиться с архимагом Эрикой. Я надеюсь только на то, что она примет меня. Расскажите о ней. Она величайший маг Авернума, отшельник. Проклятая, как говорят слухи, ее умения и ненависть к империи легендарны. Если кто-то желает добиться чего-нибудь в Авернуме, одной из его целей должно стать ее посещение. Если вы храбрые и амбициозны, то я советую посетить ее. Я бы хотел встретиться с ней. Тильверио отмечает локацию на вашей карте. Я думаю, что ее башня находится именно здесь. Желаю вам безопасного путешествия. Теперь я должна вернуться к своей подготовке. Меня ждет долгий путь. Окей, ну а поскольку мы с вами ничего толком пока не сделали, ни с кем не поевоевали, давайте пока этот форт покинем и куда-нибудь сходим. А сходить у нас есть какие варианты? О, а у нас есть, кстати, вербовка башня Патрика. Вот туда-то мы и отправимся. Этот холм огромная фумарола. Кипящая парящая вода с сульфатами выстреливает из множества узких трещин и уходит на юг. Земля покрыта толстыми железными осадками. Воздух пахнет тухлыми яйцами. Кто-то построил хижину на вершине этого холма. Вы не понимаете, кто решил поселиться в таком месте. Но пока квеста туда нет, мы туда не пойдем. В своих путешествиях по пещерам Авернума вы постоянно видели большое число и разнообразие существующих форм жизни, как флоры, так и фауны. Но здесь этой удивительной и различной экосистеме приходит резкий конец. Великая пещера в этой области больше похожа на настоящие пещеры. Голая, разрозненная, каменная пустошь, безликая, за исключением случайного щебня. Сматриваясь вдаль, вы видите, что в этой области нет ничего живого. Ничто не растет здесь, даже плесень. Воздух чрезвычайно влажный и какой-то особо затхлый. Это неспроста. Машинка с другой стороны. Так, в этом озере нет живых организмов. Это глубокий, с неприятным запахом бассейн, сернистой воды, питающийся от источника на севере. Оу, ладно. И кусок текста я пропустил. Так. Ааа, тут? Ага. Видимо... Здесь группа бандитов. Они не пытаются напасть на вас. По той простой причине, что они нападают на группу торговцев, которых заманили в ловушку здесь, в этом углу. Нападаем. Вот. Эм, так. Что ж. Мм, разбойник маг. Подойдем прямо в центр. И таки щит клинков. А вот здесь разбойника воина мы присобачим к земле. Теперь мы кидаем ускорение. И вот оно. Вот он мэджик. Нам не хватило. Уф. Уф. Его прям выкинули вообще на борт. Чуть не из карты нафиг. Ау. Ага. Уф. Еще и замедление, да? Так, к счастью, промазал. Так. Альдус. Альдусяка. Он примотан. Ладно, хоть так. Ммм. Мы смогли дважды стрельнуть. А Корделия сможет хорошенько сейчас молнии-то запустить. Вжжж. Вот как хорошо. И еще ускорение прокнуло. Так что еще разочек. Ох. Теякс, благословленница. Ох. Да, ребят. Ну, вам здесь уже ничего не светит. Волшебные разбойнички. Вам хана. Оп. Ух. И у всех, смотрите-ка, ускорение прям срабатывает. А, ну, вот этого чувака мы сейчас огнем дофигачим. Я думаю, мы его еще и покараем. Готово. Все. Давайте попробуем что-нибудь собрать. Тем более, оно чего-то стоит. Торговцы очень благодарны вам за вашу помощь. Пока они перевязывают раненых, один из них дает вам небольшой мешочек. В нем находится свиток. Это не очень ценная награда, но большинство товара было уничтожено при нападении. Да, мы просто рады помочь. Что уж там. Вот. Башня Патрика. Всем искателям знаний, добро пожаловать. Ммм. Ну, давайте пожалуем. О, смотрите-ка, это полноценная башня оказывается. А почему она отдельная? Комната Патрика. Окей. Патрик. Хм. Внезапно, да? Казалось бы, кто же ожидал в комнате Патрика Патрика? Усталый и согнутый старик восседает на троне. И его богатые одежды свободно висят на его тонком теле. Он кажется очень усталым и одиноким. Когда вы пришли к его огромному столу, он поднимает взгляд, но он, кажется, едва видит вас. Десятилетия в Авернуме сделали этого могущественного волшебника тенью его былого величия. Однако он с любезностью обслуживает вас. Приветствую вас в моей башне, путешественник. Я Патрик Патрик. И этот центр исследований является моим домом. Именно здесь я живу. Моя война окончится не скоро. А вы волшебник, можете обучить меня. Мои года обучения учеников прошли давным-давно. Я стар и устал. Я не могу вам помочь. Эта башня – удивительное место. Разве нет? Было невероятно трудно собрать все эти книги и свитки. Люди со всего Авернума приходят сюда узнать о магии, об истории и про науку. Эта башня – центр цивилизации в Авернуме. А вы руководите этой прекрасной башней? Он вздыхает. Да, так и есть. Раньше я сражался, затем я строил. Теперь я просто жду. Ох, как же я жду. Как давно вы в Авернуме? С самого основания Авернума. Что вы построили? Я был одним из триады, правившей башней магов многие годы. Мы и наши последователи написали большинство магических книг, которые можно найти в здешних библиотеках, выливая наши воспоминания о магических секретах на грубую рукодельную бумагу. Благодаря этой работе наше искусство процветает внизу. Я также возглавлял исследования. Что вы делали в башне? Я был в первой триаде вместе с Эрикой и Сольбергом. Но Сольберг теперь тоже пропал. Никто не знает, где он. Эрика ушла замышлять возмездие жителям поверхности. А я пришел сюда. В каких исследованиях вы участвовали? Его пустой взгляд внезапно сосредотачивается, и он внимательно смотрит на вас. Многие знания могут принести великую опасность. Есть что-то конкретное, специфическое, что вы хотите узнать? Сейчас ничего конкретного не нужно. Я рад слышать это. Это мелочь, которую я могу предположить, предложить в настоящее время. Я исчезаю. Вы говорите, что ваша война окончилась. С чем вы сражались? Его взор становится отрешенным. О, это было давным-давно. Я был в группе магов, основавших это общество, сделавших его возможным. Сначала нам пришлось победить демона Грохота. Я помог вести атаку, я помог заточить его в Акранате, его тюрьме. Как вы затащили Грохота? О, это не важно. Уже нет. А его нет, и его мерзкий форт разрушен и запечатан навсегда. Я хочу знать, где его тюрьма. Его тюрьма далеко на запах от форта Шпиль. Она называется Скарагат. Вам придется пройти через бездну, чтобы добраться до нее на пути множества ловушек и стражников. Расскажите мне про Акранат. Ах да, неприятное воспоминание. Это крепость Грохота. Она к востоку отсюда и к западу от башни магов. За морем лавы. Мы запечатали его после уничтожения. Множество ужасов затречено внутри этого ужасного форта. Какие сокровища скрыты в Акранате? Их мало. В основном руины и щебень. А еще и королевская печать империи. Один из воинов первой экспедиции имел такую, когда Грохот заманил его в ловушку. Если вы найдете применение этой вещи, то она должна до сих пор оставаться там. Мы хотим исследовать Акранат. Вы можете нам помочь? Я помог бы вам, но сначала я в отчаянии и мне кое-что нужно. Вы должны исцелить мою жену от болезни и я скажу вам, как попасть в Акранат. Что случилось с вашей женой? Она очень больна. Если бы ей дали бальзамы из серой плесени, это исцелило бы ее. Но я не видел такой уже долгое время. Вы запоминаете это. Если бы кто-нибудь мог ее исцелить, я хорошо бы их вознаградил. Но пока не случится чудо, мы все просто ждем. Где я могу найти бальзам из серой плесени? Бальзамы из серой плесени. Последняя ее надежда. На поверхности это самое мощное лекарство от известных болезней. Это потрясающее растение, но серая плесень редкая. Я не знаю, кто здесь внизу умеет делать бальзам из серой плесени. Но если вы найдете его и спасете мою жену, я сделаю для вас все возможное. Откуда мне следует начать поиски? Поговорите с Каем. Он алхимик в моей башне. Он может подсказать, откуда начать поиски. Хоть я и подозреваю, что это будет бесполезно. Еще вопрос. Да, пожалуй, все. Патрик все еще сидит на стуле. Его богатые одежды свободно свисаются в тонкой фигуре. Он все еще в отчаянии. Что ж, на этой немного грустной ноте мы этот эпизод завершаем. Поэтому спасибо Андрею Фиолетову за то, что продолжает поддерживать наш канал. Ну и спасибо всем вам. Что-то боевки в этом эпизоде не получилось. Зато много с кем поболтали, потерли, узнали что-то новое. В общем-то, в следующем эпизоде, я не знаю, попробуем что-нибудь... Так, бумаги. Я что-то ничего нового на карте не вижу. Там есть труды по магии. Ну, да. В общем, ничего нового на карте пока не появилось. Но вдруг. Ну, ничего. В общем, в следующий раз разберемся. А пока этот эпизод закончен. Всем удачи. Спасибо. Пока-пока. Счастливо. Пока-пока. 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 Продолжение следует...